Девушки отдыхают Две предыдущие работы этого выпускника Ванкуверской школы компьютерной графики и спецэффектов были событиями. Район номер 9 и Элизиум Райни на земле успешно прошли в прокате и собрали уйму положительных отзывов. Кроме громкого имени режиссера, еще особый интерес представляет участие в ленте популярного музыкального дуэта «Ди Антворд», который сравнительно недавно выступал в нашем городе. Если вы помните район номер 9 и каким образом, как обстояли дела в последние минут 30 района номер 9, то в роботе по имени Чапи, я так понимаю, схема развития сюжета примерно такая же. Рано или поздно это постепенно превращается в одну гигантскую бойню такую, несмотря на то, что такие есть как бы и гуманитарные идеи здесь заложены. Женщины с ребенком? Ты их видишь, подтверждаешь? Никак нет. Решил сам. Другая громкая картина, получившей Оскара-снайпер Клинта Иствуда. Интерес к ней питает буквально все. Имя режиссера, Брэдли Купер в главной роли, пять номинаций на главную кинопремию Америки и главная щекотливая тема войны в Ираке. Довольно давно вокруг него идут такие очень сложные идеологические баталии в Америке, да, потому что публика очень жестко разделилась на два лагеря. Одни считают, что это прямо действительно прямолинейная военная агитация, другие говорят наоборот, что это недостаточная агитация и можно было бы показать это все помощнее. Но, честно говоря, я сам фильм еще не видел, но, будучи знакомым с творчеством Клинта Иствуда, мне довольно сложно поверить, что в его фильме все будет так просто, что он исчерпывается прямолинейной военной агитацией посылом о том, что убивать врагов это хорошо. И чему, а просто? Не называй никому свою фамилию, чтобы клиент не отвлекался. Здрасте, я Майк Блинчик. Как твоя фамилия? Блинчик. Как завтрак? Греческая. Вкуснотища. Отдохнуть от размышлений на темы вооруженных конфликтов и искусственного интеллекта поможет комедия «Между делом Кена Скотта». Снимает он мало, зато сценарий пишет часто. Придумал истории для девяти фильмов. В главной роли Вин Свон, звездолент «Мистер и Миссис Смит» и «Дружинники». Добро пожаловать в самую крутую команду страны. Выбирай. Узнаю Москву. История, придуманная писателем и телеведущим Сергеем Минаевым, продолжается. «Дух лес 2» на острове Бали и в Москве снимал Роман Прогунов. Постановщик всего двух лент, одна из которых «Индиго». В главной роли вновь Данила Козловский. Данила Козловский, выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, сыгравший в 30 фильмах. Среди которых «Легенда номер 17» и «Мы из будущего». Смотрите «Утро на Несе» и вы узнаете о кино больше.